И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Сегодня у меня необыкновенная серия для данного симулятора. Сегодня мы посмотрим с вами интересный мод. Не знаю, насколько вам будет он интересен, но мне, человеку, который интересуется уфологией, да-да-да, это моя излюбленная тема. Не надо говорить, что я там какой-то сумасшедший. Да, я думаю, многие любители космоса тоже, наверное, интересуются неопознанными летающими объектами и хоть раз в жизни задавались себе вопросом, существует ли инопланетная жизнь. И сейчас мы с вами рассмотрим интересный такой мод на случай, который произошел 10 марта 1997 года. Этот случай и феномен называются «Огни Феникса». Давайте сейчас так. Кстати говоря, я на Земле, да, просто горизонт, у нас закат солнца. Мы, можно сказать, находимся сейчас в штате Аризона, город Феникс. И сейчас мы сможем наблюдать то, что наблюдали жители Феникса в то время. То есть, в вечернее время над городом зависли вот такие вот яркие белые огни. Правда, они были немножко над горизонтом, над горами. Потом в течение некоторого времени они исчезали. Но они меняли свое местоположение. Поначалу они, конечно, шли вот таким своеобразным клином. Вот. И эти летающие объекты, они прошли... Они пролетели над многими штатами близлежащими. Вот. Кстати, военные потом стали опровергать, что якобы ничего не было, хотя очевидцев был, ну, целый штат. Представляешь, сколько это население? Вот такие вот огни. Давайте сейчас приблизимся к ним и рассмотрим вообще, что это за аппараты, возможно, или что это может быть. Так. Давайте сейчас подлетим ближе. Ускорим время и посмотрим. Интересные такие объекты, которые ты можешь наблюдать. Посмотри. Невероятно, да? Какие-то бублики или что это? Но мод сделан в плане того, как говорили очевидцы, что один аппарат вот такого типа очень низко пролетал над домами на медленной скорости, без звука совершенно. То есть, по описанию он выглядел примерно вот так. Конечно, жалко, что здесь не светятся вот эти его, я не знаю, огни. Вот. Так, подожди-ка. Стой, что здесь? Что это такое? Какие-то натянутые антенны или что это? Интересно. Кстати, мы сейчас попробуем даже поуправлять данным кораблем. Кстати, уфологи того времени, они сравнивали на компьютерах свет от этих кораблей со светом, который существует вообще на Земле. То есть, брали ихний блеск, вносили компьютер, и они сказали, что свет, излучаемый этими аппаратами, на Земле не существует. То есть, остаётся до сих пор загадкой, что это был за феномен. Потом, конечно, в течение некоторого времени, по-моему, через месяц, данные огни тоже где-то наблюдали. Я не помню, над каким штатом Америки, но приблизительно то же самое видели жители Земли. И до сих пор не доказано, что это был за феномен. Так, давай-ка я сейчас опущусь на Землю опять. Так, и посмотрим мы на этот клин. Так, вот здесь вот нам его не видно. Там видно корабли, но надо при свете солнца, чтобы солнце падало на эти корабли. Давай немножко туда вам подальше. Вот, видно, да, немножко клинообразный такой вот состав огней Феникса. Видно? Давай немного дальше. Примерно вот так. Вот. Вот так вот идеально смотрится. То есть, скажу так, эти огни, они не то чтобы просто светились, знаешь, они сначала шли клином, как говорят очевидцы, потом они менялись то в квадрат, то составляли разные фигуры, а потом уже стали один за одним исчезать. Кстати, вылетов самолетов на то время в этом месте, как, ну, когда было разбирательство, вылетов самолетов в этом месте было не обнаружено. То есть, никаких рейсов или военных истребителей поднято в небо не было. Так что, я не знаю, что это было. Но, как говорят, что, ну, вообще военные начали отвергать и говорить, что якобы там пролетал, это уже через, там, через месяц, да, когда было расследование, они стали говорить, что якобы вылетал с военной базы неподалеку от Феникса самолет-истребитель, вот, и выпустил огни, то есть, ну, эти осветительные, да, и военные говорят, что это были осветительные огни, а не какие-то там вот такие вот летающие бублики непонятные. Так, ну что ж, давайте сейчас, наверное, попробуем взять один корабль и попробуем пролететь над землей. Так, ну что, друзья, короче говоря, вот мы управляем тем самым бубликом, известным как огни Феникса. Я не знаю, так, подожди-ка, ну-ка, надо, наверное, на все ускорить. Давай, 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 полную, полный оборот бери, и будем пролетать над нашей планетой. Ох, красота, да, действительно, интересный такой корабль. Давайте попробуем опуститься, может быть, ниже немножко и попугаем жителей Земли. Да, вот этот, кстати, космический аппарат, он так, посмотри, и называется экспериментальный 02 огни Феникса. Скорость достаточно у него большая, посмотри, 30 километров в секунду. Неплохая скорость. Конечно, я думаю, что у инопланетных космических кораблей, если они, конечно, существуют, я думаю, скорость намного выше. Да, вот такой вот интересный мод. Кстати, сейчас я тебе покажу, тут есть, так, подожди, надо мне, вот этот космический аппарат, а, ну, в принципе, он мне не нужен, ладно. Так, сейчас я покажу тебе, покажу, подожди, вот они, эти космические корабли, то есть, здесь есть три вида этих огней Феникса, есть вот такой вот интересный бублик, ну, вообще, по описанию очевидцев подходит вот этот первый космический аппарат, на котором мы пролетали сейчас только что над землей, вот такой корабль, то есть, смотрим, но он меньшего размера, это вот самый основной инопланетный корабль, то есть, который наблюдали над Фениксом, ну, под описание, как говорят очевидцы, и вот такой вот тоже космический корабль огни Феникса. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свою такую краткую серию, всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать мои новые видео, и обязательно посмотрите, погуглите всем, кому понравилась данная история, ну, конечно, я ее немного рассказал вкратце, обязательно погуглите огни Феникса, поизучайте и пишите вообще свои комментарии, что вы думаете про внеземную жизнь, вообще в целом, про уфологию, верите ли вы в НЛО, вот, короче, друзья, всем пока, и помните, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем, всем пока-пока.